всем огромный привет дорогие друзья сегодня мы будем плести вот такой цветочный браслетик очень нежный тоненький кстати его можно плести и пошире тоже на ваше усмотрение вот у меня вот такой он на две полоски на два цветочка как бы вот кому интересно давайте приступим и так для плетения такого браслетика нам понадобятся следующие материалы для примера я возьму других оттенков это бисер тоха 8 вот можно взять и чеха 8 бисер и здесь у меня тоха одиннадцатый то есть нужен бисер двух размеров покрупнее и потоньше даже можно взять стоха одиннадцатый и тоха 15 тогда он получится более нежным и тоненьким то есть у кого какие материалы есть всякие можно попробовать использовать вот итак номера бисера бисер тоха 8 и тоха одиннадцатый намбо эйдж намбо элевен вот плела я на нити для браслетика понадобится около двух метров нити и давайте приступим набираем четыре крупных бисера номер восемь спускаем на другой конец оставляю я здесь оставляю я здесь сантиметров 20 чтобы потом даже 15 достаточно я думаю чтобы потом формировать вот такую петельку для замка так и завязываем узелок и у нас получается крестик из бисера вот такой крестик конечно надо нитку подходящего цвета подобрать я для примера вот взяла контрастную нить вот такой получается крестик теперь проходим через следующий бисер вот и между бисерами вставляем по одному бисеру поменьше у меня 11 вот вот так вставляем по кругу один бисер и в следующий бисер таким образом вот проходим дальше через 11 бисер вот что у нас тут получается теперь начинаем выполнять следующий цветок я миксовала оттенки поэтому у меня дальше вот зеленый цвет набираем 4 бисера покрупнее вот вот проходим через первый бисер делаем крестик вот так проходим натягиваем вот и между бисерами тоже вставляем по одному мелкому бисеру натягиваем каждый раз можно мелкий бисер тоже разных цветов использовать миксовать можно по всякому тоже идем по кругу вставляем по одному мелкому бисеру так еще один а нет здесь не нужен смотрите здесь у нас общая вершина сейчас проходим вот в этот мелкий бисер и у нас получается вот мы замкнули понятно да так теперь нам я вот так для удобства работу поверну и пройду вот в эту вершину вот так и начинаем плести дальше здесь для у меня здесь в шахматном порядке смотрите расположенные оттенки я буду так показывать если здесь зеленый бисер был то сейчас я беру розовый вот набираем 4 бисера на самом деле очень простое плетение вот и проходим через первый крупный бисер делаем крестик вот такой крестик у нас получается и между бисерами вставляем по кругу мелкий бисер вот так вот ну и здесь мы проходим как общая вершина вот через этот бисер вот нам сейчас нужно пройти по бисеринкам и выйти вот здесь но я опять же все время я работу поворачиваю чтобы мне было с руки вот так по бисером пройду так я прошла и я выхожу вот через этот мелкий бисер вот теперь я набираю один бисер так нет девочки набираем все четыре всегда вот эти крупные всегда набираем оптом 4 штуки и проходим через 1 получается у нас вот такой крестик понятно да здесь и теперь проходим через вот этот бисер вот через крупный бисер просто здесь у нас как бы вот эти мелкие ой девочки я же ошиблась в цвете а вы мне не говорите дубль 2 давайте здесь должен был быть зеленый бисер вот вам тоже надо быть внимательными чтобы вот так как я не ошибиться значит через первый бисер делаем крестик дальше мы проходим через вот эту вершину вот дальше проходим через крупный бисер ну точно так же мы вставляем по мелкому бисеру просто здесь у нас видите в двух местах он уже есть поэтому мы вставляем только недостающие бисеринки так вот и здесь и сразу можно сюда пройти вот видите мы выполнили круг вот так плетется теперь нам нужно вот сюда выйти просто петляем и выходим вот так идем по кругу так и вышли мы на месте ой нет еще не до конца вышло в общем надо выйти через мелкий бисер вот все и плетем дальше сначала набираем крупный бисер четыре штуки всегда вот проходим через первый крупный бисер делаем крестик вот ну и дальше идем вставляем мелкий бисер здесь у нас одна вершина есть вот значит в трех местах вставляем а четвертая вершина уже вот видите здесь она уже есть можно сразу через нее пройти вот теперь делаем круг нам нужно выйти вот здесь теперь набираем крупный бисер в данном случае зеленый вот проходим через первый делаем круг ну вот здесь он в шахматном порядке нужно довести до этого места и здесь как бы мы через внешний круг делаем оборот поэтому это будет меняться время от времени вы поймете сразу когда начнете плести просто не удивляйтесь то вот с этого с этого края будем делать поворот то с этой стороны обратите на это внимание ничего сложного в этом нет принцип один и тот же как вы уже поняли можно плести так будет видите набираю здесь уже две вершины у нас есть только вот две вот эти вставляем а эти как бы объединяем вот так вот сюда вот и через это тоже обязательно нужно пройти иначе не соединенные они останутся вот понятно да вот видите так легко просто плетется на самом деле красивый узор можно плести пошире если у меня только вот две линии можно плести на 3 например в эту сторону продолжать плести будет на три цветочка можно еще шире на 4 то есть на ваше усмотрение вот это вот ширина вот ну допустим все теперь нам остается так нам остается выполнить петельки петельки очень просто делаются так просто да не очень да что-то не в том направлении не туда смотрят нет нитка а надо чтобы она вышла и отсюда в принципе можно здесь вот сделать таким образом узелок и пойти обратно это у меня нет плетенка очень прочная нить вот так вот можно обратно пойти дальше я набирала по моему три мелких бисера можно взять и побольше и уйти вот в эту сторону и получается здесь такая вот арочка туда в этом случае у меня как-то немножко другой квадратной формы бисер этот бисер у меня был вот такой он круглый но отличается форма бисера немножко в общем можно по а если не пролезает у вас колечко то вот эту арку можно делать ну на четыре на пять бисера на ваше усмотрение ну и дальше остается заделать нить потом одеваем иголку сюда точно также выполняем арочку для замка разные цвета можно использовать конечно ой вот девочки это вся история с плетением такой нежный браслетик у меня получился все я с вами прощаюсь всех благодарю за просмотры и до следующего видео пока пока